Ваша деятельность напрямую связана с двумя видами деятельности. То есть ваша миссия – это писать и говорить. Поделитесь, что вам ближе? Вообще важно и то, и другое. А что ближе? Мне нравится и то, и другое состояние. Я бы не сказал, что ближе, потому что и там, и там. Ты входишь в определенное состояние. Ты находишься просто в потоке. Я когда первую книгу свою писал, такая вообще немножко необычная история. Я учился в медицинском университете, закончил его, стал врачом. Но я именно как вот в классической медицине работал очень мало. Меня сразу, как меня, психотерапия увлекла. Сначала гомеопатия, потом психотерапия. И я уже собирал материалы для диссертации по психотерапии. И в одной из медитаций мне пришло, что нужно писать книгу. Когда мне пришел такой ответ, что пиши книгу, я там очень удивился. Потому что никогда вообще не думал об этом. Сколько лет вам было уже на тот момент? Ну, на тот момент было 31 год. 31 год. В 33 года написал книжку. Там же в медитации пришло название «Возлюби болезнь свою». Чему я тоже как бы так удивился немножко такому названию. Потом пришло такое, что когда издатели будут просить поменять название, ни в коем случае не меняй. И тираж книги будет более 10 миллионов. Это мне пришло еще тогда в медитации. Чему я тоже был очень удивлен. Но так на самом деле все и случилось. Издатели предлагали мне поменять название, потому что я сначала отправил рукопись в разные издательства. Мне пришел отказ. Причем от одного издательства откровенно, что таким названием книгу вообще нельзя печатать. Потому что болезнь нужно ненавидеть, а не любить. Потом я книжку, когда получил отказ, я опять же в медитации обратился, ну как к Богу, к Всевышнему, к Вселенной. Что дальше? Книга есть, но ее не берут. Издавай сам. И вот я издал первый экземпляр, тысячу экземпляров. То есть обошлись без издательского. И за свои деньги. И просто стал ездить с лекциями, читать лекции, рассказывать о своем взгляде на здоровье, на болезнь. Сначала на первую лекцию у меня было 4 человека, в больнице ее читал. На вторую уже 12. Нет, на вторую не одного, на третьей 12. А потом, когда мы уже с одним человеком, как можно сказать, целителем, поехали уже на лекцию в Евпатории, там уже было 350 человек. И так постепенно информация расходилась. Тираж ушел первый, заказал уже второй тираж. И потом книгу заметили уже в крупном издательстве, издательство «София». И вот так вот книга пошла, пошла. И на сегодняшний день действительно уже более 10 миллионов. А вот что вы тогда почувствовали? Или вам снова на помощь медитация пришла, и вы всех простили? Я вообще все вопросы решаю в медитации. Потому что я медитацией занимаюсь с 12 лет. Вот, когда стал заниматься восточными единоборствами, вот у нас… Ну, мне повезло, у меня был тогда наставником Владимир Жикаринцев, вот, тоже такая известная очень личность. Вот, а тогда он был еще молодым офицером, и вот он преподавал у нас восточные единоборства. У нас всегда тренировка начиналась с медитации и заканчивалась медитацией. То есть, можно сказать, он стал вашим первым учительом, который открыл… Да, он как мой первый учитель, наставник, он для меня открыл вообще вот этот мир, скажем, бессознательного, да, сверхъестественного. Вот, и я потом, когда мне нужно было какие-то вопросы решать в жизни, я просто уходил в медитацию и получал ответы, которые необходимы.